Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Славон. Ну что, я опростофилился в очередной раз, писал видос для вас, а звук не записался. И будем смотреть сейчас видосы задом наперёд. Прежде чем начну, я хочу сказать вам спасибо, просто огромное, потому что вы меня очень хорошо поддерживаете. Вот ребята на днях надонатили на камень мне, будет новый видос. Спасибо огромное, спасибо всем, кто подписывается, тем, кто смотрит меня, тем, кто ждал, пока у меня были проблемы, так сказать, когда новые видео выпускаться начнут. Спасибо большое, вот просто от души, от сердца хочу просто всему своему сообществу сказать огромное спасибо, я вас очень ценю, вы все мне близкие люди. Что же случилось у нас? Взял я вот такую вот малыху, Savita, за 14 тысяч с майнинга. Продавец не скрывал, абсолютно сказал, прям, братан, она была в майнинге, температура нормальная, ничего, тесты тебе отсылать не будет, хочешь бери, хочешь нет. Я посчитал это хорошей ценой, хорошей сделкой, он дал мне на проверку 7 дней. Единственный нюанс, это было в начале лета, а сейчас у нас через месяц новый год, ну, плюс-минус. Вас кинули, Сережа, кинули, как лохов последних, как школьник. В общем, такая вот история, я ее уже проверил, уже проверил, и дело в том, что там шумели вентиляторы, оказалось, потому что температура там, она нормальная, но вы там по ходу видео поймете, что с ней было не так, да. Вот, несколько параноидальных моментов, у меня прям не отпускало это чувство, что с картой что-то не так, потому что психологически я привык, что если карта после майнинга, значит, с ней что-то так. Либо биос прошит у нее, да, под майнинг, либо там с кулерами, с этим, ну, никаких проблем не было. Там будут близкие подсъемы, да, то есть, с картой все окей, даже прокладки не потекли, там, да, я термопасту даже нарушать не стал. Вот, поэтому такая вот штука. Кулера оказались эти несъемные, неразъемные, неразборные, как-то так, наверное, нужно сказать, да, то есть, они не разбирались. То есть, кулера оказались неразборные, или их либо менять, либо еще что-то сделать. Я их наколхозил, просто пропшикал внутрь, да, вот этой силиконовой смазкой, буквально, и я заметил, что звук стал меньше. То есть, она стала приятнее порхать, но все равно у нее, знаете, вибрации такие от нее определенные шли. Но, как выяснилось, все с ней более-менее. Потом там был целый консилиум у нас, просто консилиум звуковой. Я по-другому это не назову. Я на всех форумах, там, в чатах, еще где-то спрашивал, что не так. Оказывается, у этих поверкалоров, вот этих вот знаменитых видюх, есть проблемы с кулерами. Из-за того, что они такие дерзкие и люфтовые, вот, они шелестят. Ну, шелестят, шелестят наступают буквально через месяц. Что не делай, хоть новые меняй, да, без этого люфта, если только искать кулера и подгонять, то они не будут шелестеть. Ну, в общем, вот такая вот история с этими кулерами, как я понял. Вот, и даже если их заменить на другие, такие же, аналогичные, все равно начнут шелестеть. Ну, суть в том, что все равно мы звук убрали, в целом она не такая шумная, как казалось. То есть, я потом, уже привыкши к этому звуку, да, который меня изначально задержал, я вообще забыл то, что, а, блин, точно. Поставил свою трехкулерку, ну, извините, блин, меня там от гигабайта, она с этими кулерами вообще не слышно. Но она особо-то их и не задействует, потому что трехкулерная карта, она все-таки меньше RPM, там, у винтов. Естественно, там процентов 20, когда у этой крутится процентов 40 они. Такая вот история, если вкратце, ребят, если вкратце. Поэтому, в целом, мы сейчас перейдем в тесты. Эта карта оказалась рабочей, полностью температура у нее, в целом, более-менее нормальная, вменяемая. А мы сейчас перейдем сразу к тестам, сразу к тестам, все протестируем в ней. То есть, у нас тесты как построятся? Вот. Сравним ее с 3060, потому что я очень-очень много видел тестов, где постоянно RX 6600 сравнивают со старушкой 3060. Ну, старушкой, условно, конечно. По сути-то, карты разные. По мощи и так далее. Ну, просто, в целом, RX 6600, она, наверное, лучше с 3050 сравнить, если вот так вот на равных, да. А 3060, она, конечно, помощнее будет. Вот. Ну, и цена разная, да. Нужно понимать, что цена там сейчас на Авито у вот этой вот RX 15-16 тысяч. То есть, цены у нас подросли. А у RTX 3060 цена порядка 25. То есть, почти на десятку разница. Ну, по мощи разницы в десятку у них, конечно же, нет, да. То есть, нужно вот это вот тоже учитывать. Вот. Посмотрим, как она тянет в 2К игры, потому что многих задаются вопросы, учитывая, что сейчас на рынок вывалилось очень-очень большое количество дешевых и качественных 2К мониторов. Да, у всех задаются вопросы все «переходи». А с другой стороны, все думают, а потянет ли у меня видюха-то 2К, да. Ну, я вам скажу, что своей производительской Full HD монитора смело отчитываете 20-30% и вот потянет или нет, как говорится. Все. Так что мы приступим сейчас к тестам в играх. Все протестируем вдоль и поперек. И под конец я еще пару слов скажу. Всем спасибо. Всех рад видеть. Давайте поскорее начнем. Итак, дорогие друзья, первая игра у нас по традиции. Counter-Struit 2. Высокие настройки графики. Пресетом. Ничего здесь не менял. Без мам, пап, кредитов и FSR у нас игра выдает стабильные 160-180 FPS. Это, я считаю, великолепным результатом для стойной дорогой видюхи. Для молодого киберспортсмена или пивного скуфа эта карточка для Counter-Struit 2 подходит идеально. Ровный фрейм тайм, никаких просадок позволит вам точно убивать противника в голову, в ногу, куда вы захотите. Обращу внимание, здесь у нас, ну, иногда разгоняется, естественно, до 180-90, когда врагов нету. Здесь я играю именно уже дезматч, такая вот нагрузка. Поэтому даже есть небольшой запас по мощности. Можно выставить и более высокие настройки. Но смысла здесь особо не вижу. Игра идет отлично. Киберпунька, мои дорогие друзья. И здесь по городу у нас 50 FPS в среднем. Да, есть небольшой запас, потому что где-то FPS повышается до 60-70. Пресетом ультра настройки графики без мампап кредитов и FSR. Нищие пиксели у нас идут на 60 FPS, что я считаю очень достойным результатом. В городе, естественно, у нас нагрузка повышается. Где-то, да, за счет того, что много текстур, подгрузок. Процессор тоже здесь справляется идеально. Видите, небольшое у нас повышение в температурах идет. Да, но в целом все приемлемо, все меняем. Карточка справляется отлично. 30-60, в свою очередь, с теми же настройками графики справляется где-то на 15% лучше. Великолепный результат, тоже есть запас. Поэтому здесь, в принципе, обе карточки, я считаю, справляются хорошо с Full HD разрешением и пресетом на высокую настройку графики. Но, как вы видите, это 30-60 справляется немножечко лучше и Freight Time чуточку ровнее. Но, видите, у нас даже энергопотребление повысилось. В целом, я считаю, что здесь все отлично. Не придраться, так сказать, за свои деньги. 6-600 просто тянет Cyberpunk на высоких. На высоких, друзья мои. Просто великолепно. Так, дорогие друзья, Ведьмачок 3. Пресетом высокие настройки графики. Нативное Full HD разрешение. Самый нагруженный город Новиград, как вы видите, справляется отлично. 85 фпс за город. Выходим сразу соточка становится. Не вижу смысла здесь сравнивать с 30-60. Обе карты здесь справляются хорошо. Плюс-минус одинаковый фпс там под сотню. Никаких проблем здесь нет. Можно, конечно, еще подрубить FSR. Еще что-то сделать. Я не знаю, будет заобычные 120 все как любят. Но, как мы видим, Ведьмак идет отлично. На высоких настройках графики. Есть запас. Можно выставить ультра настройки. Запредельные. Где-то будет 60 фпс. Но, опять же, RX 6600 своим энергопотреблением за свои деньги справляется великолепно. No Man's Kui. Безмужиковое небо. Многие задавались вопросом, почему я добавил эту игру на тесты. На самом деле, никто их не задавал. Тем не менее, игра великолепная. Потрясающая графика, цвета, оптимизация. Очень интересная. Вот бы взять время и ее пройти. Но я добавил ее на тесты, потому что я хотел показать, что тайтлы даже 2016 года по своей красоте не уступают новым тайтлам. Посмотрите, насколько красивая здесь игра. И RX 6600 с этой игрой справляется просто великолепно. Потрясающе. То есть, у нас 80 фпс. Пресетом, по-моему, здесь самые высокие настройки графики я поставил. И здесь мы получаем 70, 80, 90 фпс. Ну, вот бывают какие-то просадки при зоне. Но это вот так вот. Преймтайм ровный. Играть спокойно можно в эту игру. Проходить и радуться, что вот есть у нас такие великолепные и красивые игры. Перейдем к новинкам, мои дорогие друзья. Здесь у нас самая братская игра этого сезона, так сказать, этого года. И она отнюдь не армянская. Ультра настройки графики пресетом. Исходный FSR. Обманывая, высокая. И у нас здесь 35-40 фпс в замесе до 30 фпс. Фпс все-таки проседает. Несмотря на то, что эту игру сделала AMD. А у нас вот есть вот все-таки такие, знаете, пролаги. Но в целом игра идет хорошо. Можно поставить немножко поменьше графику. Можно добавить FSR для плавности. Да, хоть и фреймтайм у нас, ну, как бы, время кадра высокое. Фреймтайм у нас на редкость ровный. На первый взгляд может показаться, что 30-60 здесь справляется получше. Однако здесь нужно смотреть индивидуально. Смотреть на карту, открыта она или нет. Если закрытых помещений, фпс у нас больше. Количество врагов, замес, там, кто-то у тебя там, если попадется какой-нибудь штурмовик, который летает и падает постоянно, фпс будет ниже. Но в целом, после нескольких прогонов, эти карточки показывают одинаковый результат. Ну, да, в RTX в каких-то моментах побольше все-таки. Но в целом одинаково. Я считаю, что для RX 6600 за ее деньги это великолепный результат, да, нежели у RTX, который немного подороже. Опять же, если включить настройки поменьше, добавить DLSS или FSR, то у нас будет 60 плюс фпс и будет вообще все невероятно. RX 6600 и God of War Ragnarok. Сижу в меню, и в меню у нас 100 фпс, но посмотрите, карточка загружена на 100%. Процессор загружен больше, чем на 70%. Все разогрелось, просто кошмар. Даже на моей открытой платформе, да. Я потом уже расскажу вам, почему у DLSS это так происходит, такие температуры. Но, господи, я боюсь даже в игру зайти. Что же в игре-то будет, если здесь такая нагрузка? А в игре, на самом деле, у нас все отлично. Нужно было просто дождаться компиляции шейдеров. Средние и низкие настройки графики. И здесь мы получаем 90 фпс. Карточка справляется отлично. Full HD разрешение. Без мам, пап, кредитов и FSR. Что я считаю просто потрясающим результатом для нового тайтла. Он только недавно вышел. Здесь еще был скандал, что ограничили видеопамять. И здесь сейчас все окей. И здесь мы видим просто потрясающее консольное качество графики. Ребята, зачем платить больше? RX 6600. 15 тысяч рублей. Даже никакого мыла нет. Смотрите, какое быстродействие. И прям какой ровный фреймтайм. С 3060 я сравнивать не буду, потому что я сдолбал сидеть полчаса, пока компиляция шейдеров пройдет. Поэтому здесь видеокарты справляются плюс-минус одинаково. Там где-то RX больше, где-то RTX 3060 больше. Но в целом обе карточки справляются великолепно. Отличный результат. Что не скажешь о новом Силенхуле 2. Игра работает местами ужасно. Местами просто кошмарно. Несмотря на то, что вы здесь видите высокий фпс, 60 кадров. Здесь я уже подрубил FSR и геймплей очень рваный. Есть задержки кадров, есть просадки, стартеры. Может видео памяти не хватает. Может еще что-то. Но играть невозможно. Потому что на деле все очень медленно. И лаги довольно-таки часто. Иногда могут просто текстуры пропасть. Вы здесь видите микроразрывы такие жесткие. Я добрался до города. И это было просто ужасно. Может быть помещение лучше. Но лучше здесь в принципе игру не испытывать. Не мучить. И на этой карточке ее не запускать. Ну можно конечно убрать настройки. Здесь у меня пресетом на средних. Поставить что-то повыше. Поменьше точнее. Подрубить FSR. Но даже так стартеры и фризы все равно прослеживаются. А вот 3060 здесь показывает просто великолепный результат. Несмотря на низкое время кадров относительно. Здесь потрясающая плавность игры самой. Никаких стартеров, фризов. Все работает просто идеально. И на 68 фпс. У нас здесь 70. При этом здесь FullHD нативная. Без каких-либо DLSS. А слева у нас естественно уже подрубливый FSR. Что еще раз доказывает то, что новые игры в первую очередь оптимизированы под NVIDIA. А уж потом допиливаются под карточки AMD. С учетом огромного количества выкинутых 2К-мониторов дешевых и качественных. Встает вопрос о переходе на 2К-монитор со старыми карточками. RX 6600. Такой вот киберспортивный тайтл. Немного пивной. Тянет в 2К. Отлично. 130 у нас фпс. В среднем в бою. Как вы сами видите. Просадки небольшие. При этом у нас фреймтайм ровный. Никаких фризов, просадок. Все работает великолепно. Я считаю то, что RX 6600 с 2К. Такими вот спортивными тайтлами справляется отлично. То есть можно смело ее брать. Если вы играете в Counter-Strike. В Dota, еще в какие-то там оптимизированные под слабое железо тайтла. И наслаждаться 2К-разрешением. Что-то посерьезнее? Ну, сейчас покажу что-то посерьезнее. RX 6600 в Cyberpunk на 2К-разрешение выдает стабильные 35 фпс. С очень ровным фреймтаймом. Никаких пролагов, никаких подлагов, подгрузок. Все идет великолепно. Но как бы 35 фпс. Если на 2К-мониторе с высокой геркцовкой вам достаточно 30 фпс. То, в принципе, это ваш выбор. Значит, можно сказать отлично. Для меня, если вы учитываете, что у нас монитор 2К. Это уже что-то подороже должно быть. Да, я считаю, что карточка слабовата. Тем не менее, если вы не гонитесь, то можно поиграть и на 30 фпс. Но, с другой стороны, лучше взять хороший Full HD-монитор и спокойно играть в Full HD в Cyberpunk на 60 фпс. То же самое касается и братской игры. То есть, у нас здесь 40 фпс в 2К разрешении. Пресетом на средние или, по-моему, высокие настройки графики. Ну, не суть важная. Дело в том, что устраивает вас такое или нет быстродействие. То есть, для Space Marine 2, для игры, которая, типа, быстродействие вознужно и реакции в целом, да, я считаю, что здесь фпс маловато. Естественно, можно докинуть FSR и так далее. Но брать монитор и его обскелить, ну, зачем, если, опять же, Full HD хороший монитор, у вас картинка будет и фпс будет все, как бы, хорошо. Опять же, эта карта, в принципе, как бы, видите. 2К разрешение тянет, но не так быстро, как хотелось бы. В общем, дорогие друзья, эта карта топ за свои 15 тысяч рублей. Для уверенного Full HD гейминга в известных тайтлах, да, она подходит идеально. Высокие ультра настройки графики, тянет, все отлично, тесты видели сами. Те тайтла, которые не оптимизированы еще под новые, как бы, драйвера, под карты AMD, естественно, есть какие-то определенные проблемы. Что у меня в целом в этом видео понравилось? Понравилось, что кулера стали действительно тише. Не знаю, какой магии, может быть, смазка там не сразу схватилась, да, несмотря на мой колхозный апгрейд. Но работают они стали гораздо тише. Но меня пугает до сих пор ситуация с энергопотреблением. Я пытался перекатать ей биос, да, в процессе переката выяснилось, что на ней тот же биос и стоит, а потом... Я понимаю, что ты поехал, Шибра, все. Может быть, на майнинге ей поставили какое-то другое, потому что заявленное энергопотребление у нее 130 ватт, а потребляет она 100 ватт. Очень долго копался с этим, в итоге разблокировал до 20 ватт в автобернере. И на фпс это никак не повлияло. Вот вообще никак. Я очень-очень много видел веток на разных формах, где это просто, ну, оставалась, знаете, мертвая ветка. То есть, кто-то ответил, а что за карта там, или что-то еще, и все. То есть, ответа на вопросов нет. Но я подозреваю, что хитрые PowerColor закрыли это именно в биосе. Почему? Потому что, как только энергопотребление было разблокировано, карта начала дико греться. То есть, свыше 75 и так далее. Вот эти вот 20 ватт, когда меньше, она не греется не выше 70. Здесь, я думаю, что и был хитрый вот такой вот расчет. Потому что, вот как мы на тестах видели, она никак на фпс это не повлияло. Даже больше стал на фпс в тестах на киберпанке, где я переключил энергопотребление. И я так прокатал еще много раз. Я увидел, что между 120, да, не будем путать со 120, и со 100 разницы не было вообще на фпс. Вообще никакой. Поэтому, я думаю, что это все-таки зашито с завода, чтобы карта не сильно грелась. То есть, тем самым оправдывая вот этот вот стереотип, что карта AMD сильно греется. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, за свои деньги эта карта просто топ. Серьезно. По поводу RTX, ну, друзья мои, ну, понятно, да, что RTX немного превосходит RF6600. Поражает, что я на ТК до сих пор на тестах, где они типа равные. Но понятно, что здесь RTX гораздо быстрее. Ну, и стоит она дороже. У RTX, кстати, потребление побольше. Там где-то у меня до 160 Вт доходило. Вот здесь вот сотка. То есть, смотрите, может быть, за 5 лет с пациентами сравняются. Ну, то есть, еще выгоднее карта будет. Что еще хочу сказать. Естественно, в каких-то новых тайтлах, да, или в других, под NVIDIA карты, все они более оптимизированы. Потому что такое ощущение, что производитель, когда выпускает игру, за исключением отдельных тайтлов, где прямо по DMD, всегда их в первую очередь оптимизирует по карте NVIDIA. И здесь вот такой, вы знаете, я бы сказал, сколлапс, наверное, или стереотип. Потому что всегда AMD-шные карты будут проигрывать. Потому что в первую очередь всегда оптимизация идет под карты NVIDIA. Потому что они, по сути, самые оптимальные. Да, самые такие оптимальные. Популярные. Вот. Поэтому здесь вот такая вот штука. По поводу апскейлинга, да. Ну, понятно, что если хотите играть в 2К, вот здесь вот я показал какие-то тайтлы, но все равно нужен уже апскейлинг. И здесь DLSS, конечно же, лучше, чем FSR. Я вот сейчас тоже погонял без тестов. Все равно картинка смотрится, ну, мягко говоря, не очень. Мягко говоря, там консольное качество-то врубается уже, если FSR подрубать, даже если на качестве. А вот DLSS я такого никогда не замечал. DLSS я что врубаю, что не врубаю. Именно если качество там какое-нибудь, то все вообще отлично. Поэтому здесь вот, конечно, апскейлинг пока FSR еще нужно немного до ума доводить. Все-таки он еще пока DLSS не конкурент. Но все равно хорошо, что он в принципе есть. Так что вот так вот. Поэтому еще раз повторюсь. Если вы видите эту карту за 15 тысяч рублей в районе того, эта карта отличный вариант для какой-то бюджетной сборки. Чтобы играть уверенно в Full HD на высоких ультра настройках. Или в 2К на среднем с апскейлингом. Можно тоже рваться. Также можно и в новые проекты подрубить апскейлинг, чтобы было все ровненько. Но в целом я считаю, что эта малышка еще так хорошенько года 2 какие-то новые тайтлы, по крайней мере, будет тянуть. Все, мои дорогие друзья. Просто вот все. Уже третий раз перезаписываю. Сначала звук не записался. Потом еще какая-то херня. Потом, блин, там что-то упало. Господи, что происходит? Вот. Я вам очень сильно благодарен за комментарий, который вы пишете. За то, что обратная связь есть еще раз. Так что подписывайтесь обязательно на телегу, где мы там постим новости, товары. В чат заходите, там, если у вас какие-то вопросы есть. Всем будем рады, всем поможем. Все сделаем. Вот. И давайте берегите себя, свои нервы, видеокарты свои берегите. Ой, блин, господи, как я с ней намучился. Вот просто, знаете, видос, видос паранойи просто. Сначала у меня паранойя, что вентиляторы типа шумят. Потом паранойя, что энергопотребление занижено. Вот просто, я не знаю, вроде карта работает, жива, все отлично делает. А вот прям трясусь. Почему? Не знаю. Наверное, потому что этот человек, когда я у него покупал, мне сказал, что она после майнинга. Если бы он мне не сказал, что она после майнинга, я бы, наверное, не парился. А так и думаю, так, ну, он, наверное, биос перепрошил, да. Он, наверное, там, вентиляторы у него поломаны. Я вот всех уже достал, но, тем не менее. Как-то так, дорогие друзья. Все, теперь точно все. Всех люблю. Пока-пока. Толстый тест, долбал, ведьмака на тесты ставит. Че, игр других нет, бесишь. Продолжение следует.